Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Мы здесь все тусуемся для того, чтобы преуспеть. Мы только и делаем, чтобы ищем информацию, чтобы преуспеть. Мы только и хотим того, чтобы начать, наконец, зарабатывать деньги, добиться результатов, признания, славы, преуспеть. В противном случае мы просто теряем время. Для того, чтобы преуспеть, выделиться из толпы, стать заметным и занять свое место высоко, нужно знать какие-то секреты. Секреты написаны тысячи лет назад. Ничего нового под Луной нету на этой земле. Все уже было. Где написано? В Библии написано. Так вот, сегодня в притчах, в 16 главе, в 10 стихе написано. Самый важный, я считаю, для нас. Самый важный, и не только для нас. Вообще, для всех, кто рвется к успеху. Самый важный секрет. Написано, что слово в устах царя, написано, написано, повторяю, в устах царя слово вдохновенное. В устах царя слово вдохновенное. В устах царя слово вдохновенное. Что это значит? Вдохновенное, это значит наполненное вдохновением, силой, энергией, творческим подъемом, зарядом, мощью, повышенной мотивацией, влияющей на людей, на судьбу людей. Кто такой царь по нынешним мерам? Лидер. Маленький царь. Больше, 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 больше. Что мы делаем? Мы приводим в бизнес людей. Наш бизнес из людей. Чем больше людей, тем больше успех. Чем больше людей, тем больше ты лидер. Чем больше ты лидер, тем больше за тобой людей. Чем больше за тобой людей, тем больше у тебя чек. Тем больше ты несешь ответственности. Тем больше ты имеешь возможность влиять на других людей, на их судьбы. Помогать им. Поэтому, если ты рассчитываешь, любой из нас рассчитывает на успех, он должен понимать, что в его устах слово должно быть вдохновенным, если ты претендуешь на лидерство, на царство. В устах царя слово вдохновенное. И если что-то у человека не получается, то надо посмотреть, какое слово в устах. Если ты сопли жуешь, если ты как Микина, и люди не зажигаются, не загораются, не вдохновляются, если ты не передаешь свою страсть, свое возбуждение, свою любовь к тому, о чем ты говоришь, то шансов нет. Это не означает, что надо быть оратором. Это не означает, что надо быть публичным выступальщиком. Нет. Ясно, что чем больше твой рост, тем больше аудитория, на которой ты говоришь. Ты сначала можешь говорить тет-а-тет с человеком, потом в маленькой группе говорить, потом в какой-то комнате чуть больше аудитория, потом побольше аудитория, а потом в конце концов зал огромный, а потом и стадион. Это все естественно. И, конечно, там появляется новое качество и требование к знаниям и навыкам такого человека. Но сейчас понять важно самое главное. Я буду тренинг. Я сейчас готовлю специальный тренинг для людей, которые хотят стать лидерами, царями. Потому что мой весь секрет моего успеха состоит в том, что я вдруг, благодаря вот этой книге, которая называется «Библия», вот она, благодаря ей и Богу, который я написал, я вдруг понял, что если я начну со страстью, не искусственно выдавливая из себя какую-то энергию, не играя роль как артист, а естественным, натуральным образом буду передавать свое отношение к делу, которым я занимаюсь, то я тогда смогу зажечь людей, а не пойду. Потому что мы работаем с людьми, люди не компьютеры. У людей есть эмоции, и поэтому надо обращаться к ним в первую очередь, к сердцу их, к эмоциям, к чувствам, и в вторую очередь к мозгам, к разуму. К сожалению, не все это понимают. Итак, секрет, супер секрет, в устах царя слово «вдохновенное». Я научился это делать в свое время, и я увидел, какая разница громадная произошла просто в моем бизнесе, просто из-за того, что я начал использовать этот секрет. В Америке, в Лос-Анджелесе проходила большая конференция, огромная, на десятки тысяч людей. Собрались дистрибьюторы со всего мира, огромная миллиардная компания, сетевая проводит свой ежегодный слет, сбор. И выступать дают право только самым крутым, тем, у кого в устах слово «вдохновенное», кто добился просто запредельных результатов, которые выходят за рамки понимания. И вышла одна. Есть монстры такие, ветераны, которые профессионально делают свою работу, и, конечно же, классно профессионально выступают, в том числе, и вышла одна китаянка, молодая девушка, китаянка, которая толком языка не знает местного. Она живет на нелегальном положении в Америке. На нелегальном положении. Весь ее бизнес построен в китайских районах. Она построила его от человека к человеку, вложив туда такую мощь, такую силу. И вот она вышла выступать. Переводчик. И она, молодая девица. И она начала говорить, а переводчик переводить. А она говорит, она говорит со страстью, возбужденно. А переводчик, профессиональный переводчик, вы знаете, как действует. А переводчик не догоняет. И знаете, что она сделала? Она его отодвинула переводчика и начала говорить на китайском языке, на сорокатысячную аудиторию, безо всякого перевода. Она говорила десять минут, и зал разразился такими аплодисментами, стоя. Никто не понял ни единого слова. Но в ее речи был такой заряд мощи, силы, такая страсть, такое вдохновение, такое нечто, что весь зал взорвался. Она рассказала о том, что она на нелегальном положении. Она работает здесь незаконно. она в нужде. И не просто в нужде. И у нее есть цель. И у нее есть мечта. И она горит страстью и желанием достичь этой мечты. В устах царя слово вдохновенное. В скором времени, совсем скоро, у меня будет возможность в прямом эфире здесь проводить тренинги. И я надеюсь, что это будет один из первых тренингов, в которых я буду проводить. Двухчасовой тренинг о том, как сделать так, чтобы в твоих устах слово было вдохновенным. Как научиться, какие приемы использовать, для того, чтобы вдруг из обычного человека ты расщелк, и то, что ты говоришь, стало важным для людей. Мы же живые люди. Нам же нужен, как воздух, как жизнь, как умирающему от жажды в пустыне путнику вода, так нам нужен успех. Если вам нужен успех, помните, слово в устах царя должно быть вдохновенным. В притчах все написано, в Библии. 16 глава. Почитайте, и вы увидите, что у устах царя слово вдохновенное. Удачи вам! С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok